Предисловие. Некоторые люди способны работать стабильно, несмотря на отсутствие успеха и внешней поддержки. Я не из таких. Мне всегда нужно было знать, что кто-то верит в то, что моя работа имеет потенциал и правильное направление. И часто меня удивляло, что другие верили в меня в моменты, когда я сам едва верил в себя. Иногда я даже пытался снять в себя ответственность, которую накладывала их вера, думая. Но они же не знают, чем я на самом деле занимаюсь. Как они могут знать, если даже я сам не знаю? Мои первые антропологические исследования среди байнингов на Новой Британии закончились провалом, и я пережил период частичных неудач в работе с дельфинами. Однако ни одной из этих неудач никто мне не вменял в вину. Поэтому я должен поблагодарить многих людей и организаций за то, что они поддерживали меня, даже когда я сам не считал себя удачным выбором. Прежде всего, я благодарен совету стипендиатов колледжа Святого Иоанна в Кембридже, который избрал меня стипендиатом сразу после моего провала среди байнингов. Далее, по хронологии, я выражаю глубокую благодарность Маргарет Митт, моей жене и близкому соратнику в работе на Бали и Новой Гвинеи. Она оставалась моим другом и профессиональным коллегой. И после того. В 1942 году на конференции фонда Мэйси я познакомился с Уорреном Маккалоком и Джулианом Биггиллоу, которые тогда с воодушевлением говорили о обратной связи. Написание книги «Навен» привело меня к порогу того, что впоследствии стало кибернетикой. Но мне не хватало концепции негативной обратной связи. Когда я вернулся с фронта после войны, я обратился к Фрэнку Фриман-Смиту из фонда Мэйси с просьбой организовать конференцию по этой загадочной теме. Фрэнк сказал, что уже запланировал такую конференцию с Маккалоком в роли председателя. Так мне посчастливилось стать участником знаменитых конференций по кибернетике фонда Мэйси. Мой долг перед Уорреном Маккалоком, Норбертом Винером, Джоном фон Нейманом, Эвелином Хатчинсоном и другими участниками этих конференций очевиден во всех моих работах, написанных после Второй мировой войны. В моих первых попытках синтезировать идеи кибернетики с антропологическими данными мне помогла стипендия Гугенхайма. В период моего погружения в психиатрическую сферу Юрген Рюш, с которым я работал в клинике Лэнгли-Портер, познакомил меня со многими странными аспектами психиатрии. С 1949 по 1962 год я носил звание этнолога в госпитале для ветеранов Пало-Альта, где мне была предоставлена необычайная свобода изучать все, что мне казалось интересным. Я был защищен от внешних требований и получил эту свободу благодаря директору госпиталя доктору Джону Дж. Усмаку. В этот период Бернард Зигель предложил Стэнфордскому университетскому издательству переиздать мою книгу «Новен», которая потерпела неудачу при первом выпуске в 1036 году. И мне повезло получить пленку с кадрами игры выдер в зоопарке флейш-хакера, которая показалась мне настолько теоретически важной, что оправдала небольшую исследовательскую программу. Мой первый исследовательский грант в психиатрической области я получил благодаря покойному Честеру Барнарду из фонда Рокфеллера, который хранил копию «Новен» несколько лет у своей постели. Это был грант на изучение роли парадоксов абстракции в коммуникации. По этому гранту ко мне присоединились Джей Хейли, Джон Викленд и Билл Фрай, образовав небольшую исследовательскую группу в госпитале для ветеранов. Но снова произошел провал. Наш грант был рассчитан всего на два года. Честер Барнард ушел на пенсию. А по мнению сотрудников фонда, мы не достигли достаточных результатов для продления финансирования. Грант закончился, но моя команда продолжала работать со мной без оплаты. Работа шла дальше, и через несколько дней после окончания гранта, когда я писала отчаянное письмо Норберту Виннеру с просьбой о помощи в поиске нового финансирования, гипотеза о двойной связи сложилась воедино. В конечном итоге нас спасли Фрэнк Фримен Смит и фонд Мэйси. После этого последовали гранты от фонда психиатрии и Национального института психического здоровья. Постепенно стало ясно, что для дальнейшего продвижения в изучении логической типологии в коммуникации мне нужно работать с материалом, связанным с животными. И я начал работать с осьминогами. Моя жена Лоис помогала мне, и больше года мы держали дюжину осьминогов в нашей гостиной. Эта предварительная работа оказалась многообещающей, но ее необходимо было повторить и расширить в более подходящих условиях. Для этого не было доступных грантов. В этот момент Джон Лилли предложил мне стать директором его дельфиновой лаборатории на Виргинских островах. Я работал там около года и заинтересовался проблемами коммуникации китообразных. Но, думаю, я не создан для управления лабораторией с сомнительным финансированием вместе с невыносимо сложной логистикой. Именно в это время, когда я боролся с этими проблемами, я получил премию за развитие карьеры от Национального института психического здоровья. Эти премии курировал Берт Бут, и я многим обязан его постоянной вере и интересу. В 1963 году Тейлор Прайор из Oceanic Foundation на Гавайях пригласил меня работать в его Oceanic Institute над проблемами коммуникации животных и людей. Именно здесь я написал больше половины этой книги, включая всю пятую часть. Находясь на Гавайях, я также недавно работал с Институтом культурного обучения Центра Восток-Запад при Гавайском университете и получил некоторые теоретические прозрения относительно обучения ТРИ благодаря обсуждениям, проводимым в этом институте. Моя благодарность фонду Веннера Грена очевидна из того факта, что в книгу вошло не менее четырех программных статей, написанных для конференций фонда Веннера Грена. Я также хочу лично поблагодарить миссис Литу Асмунсен, директора исследований этого фонда. Многие трудились на этом пути, помогая мне. Большинство из них не могут быть упомянуты здесь, но я должен особенно поблагодарить доктора Верна Кэрролла, который подготовил библиографию, и мою секретаршу Жудит Ван Слутен, которая с большой точностью трудилась долгие часы, готовя эту книгу к печати. Наконец, существует долг, который каждый ученый несет перед гигантами прошлого. В моменты, когда следующая идея не приходит в голову и все предприятие кажется бессмысленным, великое утешение заключается в том, чтобы помнить, что великие люди боролись с теми же проблемами. Мое личное вдохновение многим обязано тем людям, которые на протяжении последних двухсот лет поддерживали идею единства разума и тела. Ламарку, основателю теории эволюции, несчастному, старому и слепому, и проклятому Кювье, который верил в специальное творение. Уильяму Блейку, поэту и художнику, который смотрел через свои глаза, а не ими, и знал больше о том, что значит быть человеком, чем любой другой. Самюэлю Баттлеру, самому способному современному критику дарвиновской эволюции и первому аналитику шизофреногенной семьи. Эрге Коллинвуду, первому человеку, осознавшему и проанализировавшему природу контекста в кристально чистой прозе. И Уильяму Бейтсону, моему отцу, который был готов принять кибернетические идеи уже в 1894 году.